Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все данные экспертизы подтвердили, что да, болт из железа, да, он не мог никак иначе оказаться внутри камня, ежели порода не сформировалась вот именно 300 миллионов лет тому Да, я хочу добавить еще, Ярослав, к вашему рассказу о том, что, в общем-то, Майкл Кремо в соавторстве с Ричардом, известным ученым-математиком, американским Ричарда Тампсон, они написали книгу «Запретная археология». Да, да, да Почему она запретная? В начале 90-х годов, кстати, она есть и на английском языке, естественно, она есть и на русском языке, можно найти и можно почитать. Вот эта «Запретная археология», они использовали как бы свои связи, причем они попадали в такие потайные какие-то библиотеки, где доступ, ну, наверное, как у нас там на космодроме Байконур надо было получать для того, чтобы попасть на этот космодром. Там было еще сложнее туда попасть, почему? Вот это почему-то запрещается, так она поэтому и называется, «Запретная археология». Почему? Потому что она противоречит, во-первых, полному концепции происхождения человека, по теории Дарвина, опять же. Кому это надо? Надо переписывать всю историю, ну, естественно, никому это не хочется делать. Ну да, но про просто теорию Дарвина, она в свое время легла как бы на социальный слой, мы, по-моему, об этом говорили как-то, может быть, в частном разговоре, что тогда социальный слой был такой, что теория Дарвина понадобилась только для того, чтобы, ну, немножко отринуть, во-первых, теорию креативности, это во-первых. Во-вторых, тогда уж был такой период, когда в Европе только прошла Первая революция 1848 года, вся Европа была заражена идеями социализма, идеями вот этого вот постоянства в природе. В России был такой Писарев знаменитый, который постоянно пытался, немножко сумасшедший критик, которого изучали в школе даже по литературе, вот, но, тем не менее, не те его статьи, в которых он утверждал, что картина мироздания всегда одна, и что эволюция, она всегда постоянно и не имеет никакой непрерывности. Эволюция прерывна все-таки, даже если она существует вообще в природе. Ну, а, да, а если говорить о годах, то это примерно датируется, вот вы сказали, 300, 250-300 миллионов лет. Дело в том, что составляющая, допустим, юг всех, да, то, что называется Маха-юга, это главная такая юга, сумма четырех юг, то есть времен, или так, в мировой истории поры года, значит, составляет 4,5 миллиона лет. То есть 60 вот таких вот главных вот этих вот юг комбинаций, вот как раз-таки составляет одну Маха-югу, вот 60. Поэтому, если мы перемножим 4,5 на 60, получим примерно 260 миллионов лет, это вот то время, когда существует та земля, вот наша земля, которая существует именно в том отрезке времени, которую мы сейчас разбираем. То есть цифры, они совпадают, и как раз-таки вот об этом и говорит речь, что примерно вот тогда, как бы, это вот эти вот вещи находились. Ну да, но там, на самом деле, у Крыма еще очень много интересного, потому что это, в основном, американский материал, в который удалось забраться, и который подтвержден официально. Там есть раскопки времен золотой лихорадки в Калифорнии, когда в слое, в золотоносном слое, то есть сформировавшемся, опять-таки, где-то примерно в это время, находили какие-то предметы обихода, но которые могли бы только нам быть сегодня свойственны. Цепочку женскую, например, нашли в золотоносном слое. Я не знаю, женская она или не женская, или еще какая-то. Но, тем не менее, цепочка была найдена. Гвоздь, совершенно обычный гвоздь, не похожий, правда, на наши гвозди, совершенно другой формы. Но, тем не менее, кто-то же этот гвоздь когда-то забивал, и он оказался в калифорнийской золотоносной породе. То есть, сами можете себе представить, какому году это все можно адресовать. И многое-многое другое из того, что нашлось. Я хотел бы сейчас как бы сосредоточиться еще на не таких мелких артефактах, как мы сейчас называем, потому что их там, на самом деле, бесконечное количество, вплоть до этого древнегреческого компьютера, который на дне моря нашли, который сложнейшее, на самом деле, произведение на уровне современных швейцарских часов, который помогал как бы справиться и с координатами в море, и, видимо, как бы служить счетчиком по звездам и многое другое. Но это известный факт, я уже не буду его упоминать, об этом любой может прочитать. И на эту тему огромное количество статей. Но, тем не менее, есть предположение, что это все-таки, когда мы даже адресуем это к Древней Греции, к Древнему Египту, это все-таки остатки древних знаний, которые проникли в тот момент. У Манифона даже, известного, кстати, антисемита, есть упоминание о гробнице царя возле Александрии, который жил до потопа. И он так уверенно очень об этом пишет, потому что он знает, что там гробница царя, который жил до потопа. То есть это были другие царства, это были другие цивилизации. Я просто хотел бы обратить еще внимание на технику обработки камня, о которой сейчас все говорят, исследователи практически, и никто не понимает, как все-таки можно было подгонять таким вот образом камень. И я просто хочу напомнить вот эту перевозку статуи храма Абу-Симбал, когда строили Асуанскую плотину, и водохранилище должно было затопить вот эти вот две статуи знаменитой храма Абу-Симбал, и их надо было перевести. То есть современными средствами техники их перевести было практически невозможно. Нам может кто угодно сегодня говорить о миллионах рабов, которые нагоняли туда, и они все это физической силой таскали, но скорее всего не могли, потому что если даже нагнать 100 тысяч рабов, то 100 тысяч рабов надо охранять, кормить, и вообще есть экономика такого строительства, которая нам ни в коем случае не может позволить сказать, что действительно вот такие вот там суровые египетские фараоны могли такое количество людей прокормить, чтобы они вот такую вот работу делали физическим трудом. А статуи пришлось распилить современной техникой, по частям перевести и по частям собрать. По-моему, их там переместили то ли на 50, то ли на 100 метров выше в Абу-Симбале, но тем не менее ни одна из современных машин такую статую поднять и обработать, и перетащить не могла. А статуи стоят там не монолит, это не местная скала. То есть этот камень кто-то притащил туда, поставил и обработал как статую. Вот такая вот забавная история, но тем не менее современные инженеры ничего в этом не понимают. Также непонятна обработка некоторых гробниц европейских фараонов, которые сегодняшними даже средствами измерения... Египетских фараонов. Египетских я имею уже в виду, да. Вот эти вот саркофаги, каменные саркофаги, которые сделаны из гранита, и где каждый угол выверен до сотых долей миллиметра, до сотых долей миллиметра, они ведь точны, как современные приборы. Вот каким образом сегодня как-то... Я уже не помню, кто из исследователей, но тем не менее он обратился в пять агентств по обработке камня в Соединенных Штатах Америки и попросил исполнить вот такой заказ. То есть из гранитной глыбы сделать вот такой вот саркофаг с вот такими параметрами. Все отказались, сказали, что они не могут делать такой заказ, потому что это невозможно при их технике и при их средствах. Это современная техника. Но каким-то образом это тогда делали, пусть никто мне не говорит, что древний египтянин с зубилом сидел и выбивал вот этот вот саркофаг с точностью до сотых долей миллиметра и с пропорцией до там, не знаю, десятого градуса угла. Что тоже невероятно абсолютно. Иглы бы эти еще заносили туда на мир с помощью там повозки и рабов, которые со всего мира там согнали. Понятно, да. Но, вы знаете, там очень много всего неизвестного. И, кстати, такой спящий пророк, его называли известный всему миру человек, который Эдгар Кейси, его звали. И он в своих видениях, когда он был в состоянии, конечно, ну, его вводили в специальное состояние. В измененном состоянии сознания. Да, он читал вот эти хроники Акаши, и он говорил, что дорогу укажет сфинкс. То есть сфинкс, и все пытаются понять, что слова эти означают. Ну, конечно, там очень интересно. Я когда-то там был, но нас далеко не пускали, глубоко нас не пускали, но где-то вот вокруг доводили. И на Сангейтс, в блоге sungatesradio.com, если мы туда пойдем, то там есть какие-то отдельные заметки по поводу пирамид и как, в общем-то... Но это еще раз, это тоже отдельная тема. Это невозможно все в рамках одной программы, тем более одного сегмента, это все рассказать. Все правильно. И в рамках этого же Сангейтс сегмента я хочу добавить последнюю как бы каплю. Это так называемый диск или тарелка Лоладоффа. Ее нашли в Непале. Это металлическая тарелка, на которой изображение, ну, естественно, нанесенное рукой человека, изображение довольно странных фигур для нашего понимания сегодня. Но, тем не менее, она похожа так немножко на астролябию. Вот, но с другой стороны, на ней нарисована какая-то довольно странная... Что-то вроде Саламандры или Присмыкающегося. Человек странной формы. Звезда по центру и по всем адресам, как бы после проведения радиологического анализа, ей 12 тысяч лет. Что уже вообще нас адресует в такую древность, которая, наверное, совершенно допотопная. Но, тем не менее, 12 тысяч лет вот этому произведению, а она может оцениваться даже как произведение искусства, потому что это очень интересно, на самом деле, как бы сегодня это назвали бы художественным авангардом. Но, тем не менее, 12 тысяч лет назад это уже было произведено. Я уж не говорю там про эти молотки, которые там были найдены из таких железных сплавов, которые на сегодняшний день не проходят там, никакой критики не поддаются. Все эти нержавеющие колонны, которые, это уже ближе к вашей индийской теме, которая, по идее, должна ржаветь за столько лет, а она стоит и не ржавеет. Почему? Что за сплав? Откуда он взялся? Что это такое? Вот это все, что можно было сказать о предметах, по крайней мере, в рамках вот этого вот второго сегмента. Хорошо, тогда переходим к третьему сегменту. Тогда переходим к третьему сегменту и переходим к людям. И вот тут как раз мы можем оттолкнуться от того разговора о гигантском йоге, который проснулся и убежал из своей пещеры. Да, потому что не убежавших гораздо больше, чем убежавших в данном случае. Я почему об этом говорю? Потому что всегда критики считали неким фейком вот эти вот фигуры, там этих гигантских скелетов, которые были сфотографированы в разных раскопках. Но, тем не менее, буквально недавно было постановление Верховного Суда Соединенных Штатов Америки. И это написано уже во всей прессе. И если кто-то об этом не слышал, то я об этом сегодня говорю. Это приказ Смитсониевскому институту обнародовать все документы, которые датированы началом вот этих вот экологических раскопок от 900-х до 1920-х годов, когда эти гигантские скелеты находили просто даже не тысячами, а многими тысячами находили, и они были уничтожены. И Смитсониевский университет это подтвердил, что они были действительно уничтожены. Это заявка была Института альтернативной археологии, AIAA у нас есть такой институт, и они как бы сделали запрос по поводу уничтожения вот этих вот останков. И, тем не менее, Верховный суд сказал, что да, надо рассекречивать вот эти вот данные, и Смитсониевский институт рассекретил эти данные. Поэтому фотографии уже все есть. В основном это был инициатор такой Джеймс Чарвард, в смысле был, он и есть сейчас. Это буквально недавнее разбирательство судебное. Ну и инсайдеры Смитсониевские признали, что есть документы по поводу уничтожения, что фигуры были до 12 футов высотой, то есть примерно так под 4 метра, что официальная археология их не хочет признавать, поэтому останки были где-то засекречены, в какой-то момент просто уничтожены, и все-таки нашли бедренную кость человека древнего, бедренная кость с длиной метр тридцать сантиметров. И эта кость была продемонстрирована в рамках вот этого судебного разбирательства. Это из неуничтоженных останков, плюс огромное количество фотографий по этому поводу. И вот теперь вся эта информация начинает выходить наружу, но с довольно странной формулировкой. Формулировка такая. Уничтожение доказательств, относящихся к доевропейской культуре. Это первая формулировка. Вторая формулировка. Уничтожение доказательств, связанных с человеческими скелетами, большего, чем обычно, размера. Вот теперь это все приобрело, когда юридический смысл, то нам уже никто не может сказать, что в принципе такого не существовало, что этого не было. Потому что в действительности и директор этого агентства Готенберг говорит, что, я просто процитирую его, публикация этих документов поможет археологам и историкам пересмотреть современные теории о человеческой эволюции, помочь нам больше понять доевропейскую культуру Америки и остального мира. Большинство, часть скелетов была откопана именно здесь, на территории Соединенных Штатов. Поэтому мы не можем говорить точно, что вот эти вот гиганты древности жили, предположим, или в Индии, или в пределах Тибета, наверное, они были по всему миру в рамках тех континентов, которые тогда существовали. Вот такая вот история интересная. Субтитры создавал DimaTorzok